Смотрите через несколько минут. Информационная программа «Наши новости». Добрый вечер. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Как вчера. О чем не могут забыть участники ликвидации Чернобыльской аварии 31 год спустя. Как живые. Панорама «Битва за Москву» обрела новый дом. Где теперь можно окунуться в историю? Откуда в индийце сибирская грусть? В Барнауле иностранные студенты-медики читали русскую классику. Более сотни домов Рубцовска остаются подтопленными металлами-водами. А уже через неделю синоптики не исключают резкого повышения уровня большой воды на всей территории края. Почти месяц жители Рубцовского поселка Западный страдают от грунтовых вод. И это несмотря на то, что сотрудники МЧС с помощью спецтехники откачивают воду ежедневно. Проблему специалисты связывают с тем, что этой зимой выпало рекордное за последние несколько десятилетий количество снега. Ситуацию может усугубить резкое повышение уровня воды в алтайских реках, которая в связи с погодой, возможно, уже через неделю. В течение ближайших трех дней в крае ожидается по-настоящему летняя температура, а после зарядят проливные дожди. Все это может привести к обильному снеготаянию в верховьях горных рек и, как следствие, резкому повышению уровня воды. Настоящую свалку обнаружили жители Барнаула в районе речного вокзала, прямо у реки. Строительный мусор, остатки деревьев, арматура. Эти отходы на протяжении нескольких месяцев нарушители высыпали в 10 метрах от Аби. По словам очевидцев, весь мусор уносит в воду. Ситуация осложняется тем, что неподалеку располагаются судно-спасатели, работа которых из-за груды мусора находится под угрозой. Мусор весь оседает в реке. У нас здесь находятся катера, мы на оперативном дежурстве. То есть, соответственно, если у нас здесь будет мель, мы не можем мгновенно реагировать. То есть все это будет потеря времени и так далее. В ближайшее время обеспокоенные проблемой барнаульцы намерены отметить эту точку на интерактивной карте свалок, которую создали экологи Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Генеральная уборка». Общественники обещают взять проблему на контроль. Вместе с ними мы будем следить за развитием ситуации. В Барнауле сегодня вспоминали жертв радиационного воздействия. Ровно 31 год назад произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Только в Барнауле сейчас проживает около 700 человек, которые, рискуя своим здоровьем, ликвидировали последствия аварии. Всего из Алтайского края в Чернобыль было направлено 2500 человек. В этом списке был и Виталий Смоглюк. Он признался, что страшнее Чернобыля в жизни ничего не видел. Помнит первые впечатления – оглушительную тишину и желтый от радиации лес. Я попал сразу на четвертый энергоблок, 79-й отметкой. Было там всего 60 секунд. И этого было достаточно? Да, достаточно. Потому что нас было. Собирали всегда шесть солдат. Двое залазили, двое лопаткой кинули, третье двое унесли. Вот про себя считали. Ежегодно 26 апреля жители Барнаула собираются у памятного камня жертвам радиационного воздействия. Его установили в конце 90-х в сквере за библиотекой Шишкова. Барнаульские чернобыльцы мечтают о полноценном памятном монументе. В свое время был даже разработан эскиз. Но одобрение властей пока так и не получено. В Барнауле сегодня стартовала краевая патриотическая акция, посвященная предстоящему Дню Великой Победы. Школьники и студенты на улицах раздавали жителям георгиевские ленточки. Ученик шестого класса Антон Гарвард с малых лет знает историю жизни своего родственника Якова Титова, который прошел всю Великую Отечественную войну. Когда Антон родился, его прадеда-героя уже не было в живых. Но от родителей мальчик навсегда запомнил, что дед был связистом, принимал участие в битве за Ленинград и был удостоен ордена славы и медали за отвагу. Георгиевская ленточка для Антона не просто слова. Это нужно помнить, потому что все-таки это такое. Пять лет войны. Это важно. Если бы не наши деды, мы бы просто не родились бы, не жили. Я патриот своей страны. Я уважаю то, что наши деды отдавали свою жизнь за нас, за наше будущее. Таких, как Антон, здесь немало. Юные патриоты из разных школ и вузов города собрались вместе, чтобы раздать символы победы всем, кто не просто помнит, но и чтит память. А еще организаторы передали тысячи георгиевских ленточек в города и районы, чтобы они дошли до жителей всех уголков Алтайского края, а готовятся к празднику в каждом из них и везде по-разному. То есть в Белокурихе у нас в 9 утра стартует акция автомотовелопробег. И приурочим к этому и георгиевскую акцию «Георгиевская ленточка». То есть поедем в соседний район от Белокурихи в ближайшее селение, до Солонешинского района, до села Солонешино. Будет у нас автопробег на старых военных машинах, так скажем. Акция «Георгиевская ленточка» в Алтайском крае стала традиционной. В этом году ее провели в 12-й раз. Главное, отмечают организаторы, чтобы символика победы не стала для потомков бессмысленной атрибутикой, а напоминала о том великом подвиге, который подарил нам будущее. Алена Февраль, Алексей Фризин. Наши новости. Уникальная трехмерная выставка «Битва за Москву» обретает новый дом. Из торгового центра, где экспозиция работала больше года, ее перевезли в музей Бурнаульской школы номер 53. Уже насовсем. Для небольшого музея это по-настоящему грандиозное приобретение, рассказывает Анастасия Дороган. Мерзлая земля и вспаханное войной поле, усеянное гильзами, пулеметами и танками. В октябре 1941 года на Бородинском поле шло страшное сражение «Битва за Москву». Ее участники знали, пишут истории ценой своей жизни. Вгрызались в землю, обмороженными пальцами душили немцы в рукопашной. Такую эту битву и воссоздали в декабре 2015 года в Барнауле. В войне нет ведь ничего восхитительного и хорошего, и красивого. Война это грязь и смерть. И поэтому этот же антураж об этом и показывает, об этом и рассказывает. И не зря на выходе из экспозиции у нас по левую сторону, в узком коридоре, это портреты солдат, которые погибли. Тогда петербургская команда «Невский баталист» установила в Барнауле первую в регионе трехмерную панораму «Битва за Москву». Живая экспозиция рассказывала жителям края о подвиге наших земляков. С фотографий списаны образы двух фигур. Федора Подложного из Краснощекова и Василия Колбунова из Ключей. Больше чем за год панораму бесплатно посетило свыше 50 тысяч человек. Чтобы сохранить уникальную выставку, ее было решено перевести на постоянное место в школьный музей. В новом для выставки доме лично побывал депутат Госдумы Александр Прокопьев, который привез панораму в регион. Есть такое выражение, каждое новое поколение отстаивает свою свободу заново. Поэтому та память о бессмертном подвиге, который совершили наши деды и прадеды, это как раз та основа, на которой должны строиться и наше будущее, и наше осознание любви к своей родине. И то, что сегодня они нашли этот способ и сохранили, и он будет размещен в музее школьном, и выставка, может быть, не в том объеме с точки зрения размеров, но она все равно останется и будет воспроизведена, и дети будут постоянно там приходить, вокруг нее будут вести работу. Это очень важная вещь. Даже в разобранном виде панорама привлекает зрителей. Ученики 53-й школы выстраиваются в очередь, чтобы помочь ее установить. Работа предстоит кропотливая. Выслать заново поле битвы, воссоздавая естественный рельеф, скрепить окопы, собрать по деталям объемные фигуры. Части гаубицы пришлось варивать, а танк собирать по деталям как конструктор. Словом, здесь и уроки труда, и истории. Надо же было понять, как собирать нужно было в интернете, в книжках почитать, документы посмотреть старые, фотографии вот этого танка. И потихоньку мы его начали изнутри вот так вот выстраивать, начиная снизу. Новая площадка для панорамы гораздо меньше прежней. Тем не менее, авторы обещают найти место для каждой фигуры, каждого сюжета выставки. Подвига медсестры, работы связного, рукопашного боя. Сейчас ученики во главе с руководителем музея Олегом Рыжиковым заканчивают создание самих окопов. После на стены повесят пейзажи битвы. И лишь затем поле боя начнут посыпать землей, снегом, гильзами и расставят главных героев. А пока они ждут своего часа. Олег Рыжиков говорит, лица солдат настолько реалистичны, что заходить сюда порой жутко. Самое особенное мне запомнился вот этот портрет этого офицера, когда я первый раз посетил панораму, и он почему-то сразу бросился мне в глаза, и сразу запомнилась на какой-то ярко мне, что такой взгляд офицера, когда там вдалеке танки, вот он видит, как гибнут его товарищи, вот такой завороженный взгляд. И вообще на них посмотришь, как-то мурашки по коже идут. Прикоснуться к истории уже в музее школы номер 53 все желающие смогут совсем скоро. Открыть трехмерную панораму битвы за Москву на новом месте планируют через неделю, 5 мая. Здесь выставка будет действовать постоянно. И в будущем, обещают в школе, в ней обязательно появятся новые персонажи. Анастасия Дороган, Павел Лауранин. Наши новости. В Барнауле сегодня сделали первый шаг к восстановлению знаменитого в XIX веке аптекарского сада. В исторической части города на территории туристического кластера высадили несколько десятков саженцев разных пород кустарников. Инициатива принадлежит предпринимателю, участнику предварительного голосования Единой России по выборам в Барнаульскую городскую думу Вячеславу Перерядову. На заседании Городского координационного совета по туризму он предложил создать несколько зеленых зон в центре краевой столицы. Первую заложили сегодня вдоль моста через Барнаулку. Здесь высадили 60 саженцев разных пород, в том числе клёна приречного, чубушника и таволги. Место для озеленения выбрано не случайно. В XIX веке именно здесь находился знаменитый сад, где выращивали лекарственные растения для горной аптеки. Популярное место у жителей и гостей столицы края и сейчас. Нам очень хотелось бы, чтобы наш город был интересен и привлекательен для туристов. Чтобы наши гости, которые приезжают в наш город, шли по нашему красивому мосту в направлении нашей замечательной лестницы, которая является на сегодняшний день таким яркой изюминкой в нашем городе. И видели хорошую, достойную, облагороженную территорию. Откуда в индийце сибирская грусть? Необычный литературный конкурс прошел сегодня в Алтайском медуниверситете. Иностранные студенты-первокурсники соревновались не в умении ставить уколы, а читать стихи и прозу русских классиков. Слушал и наслаждался Илья Кочетков. Скоро гости кипи соберутся. Ох, не просто дается русская классика жителям жарких стран. Но давайте скажем честно, случись нам вот так же декламируют китайского или, скажем, парагвайского автора большинству тоже пришлось бы непросто. Участники конкурса признаются, входить в чужую языковую среду – огромный труд. Тридцать участников из Индии, Египта, Ирака, Палестины и других стран. Студенты медицинского и классического университетов отмечали одно дело – бытовой язык, другое – поэзия с ее образной системой, созвучиями и насказаниями. К счастью, стихи ребята выбирали сами. Рахит Павар из солнечной и жаркой Индии выбрал самое, наверное, зимнее стихотворение русской классики. Мария из Венесуэлы предпочла Гумилева. Говорит, привлекли особо сильные чувства, которыми пронизано стихотворение. Тем удивительнее, что в жизни, говорит, русские не сильно-то выражают свои эмоции. В Венесуэле всегда это. Всегда. Улыбается. Да. И когда я гуляла по улице, русский очень серьезный, я спрашивала преподавателя, почему это? Почему это? И преподаватель, ну, это Сима. Как и в настоящем конкурсе, жюри оценивало не только знание языка, но и артистичность, выразительность. Победителями стали ребята из Индии, Ирака, Венесуэлы, Китая. Конкурс организаторы факультет иностранных студентов планируют сделать ежегодным. И, возможно, на следующий год здесь будут и песни петь, и танцевать. Пусть делают что угодно, говорят преподаватели. Главное, чтобы лучше понимали великую русскую культуру. Я Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Бийский стрелок Сергей Каменский завоевал золото и серебро на всероссийских соревнованиях. Командные личные чемпионаты в России по стрельбе проходят в эти дни в Красноярске. Первые медали разыграли мужчины. Бийский стрелок Сергей Каменский стал вторым с результатом 249 очков в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа. А на следующий день наш земляк стал первым. С 10 метров он отстрелял точнее всех из пневматической винтовки, показав результат 251 очко. И у меня к этому часу все новости. Звоните к нам в редакцию 722 440. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Меня зовут Санкин Святослав. Моя исследовательская работа началась с того, что мама заинтересовала меня. И мы начали составлять генеалогическое древо. В нем набралось уже 420 родственников. Меня заинтересовало, есть ли среди них участники Великой Отечественной войны. Мы начали поиски. Ну, там, бабушек опрашивали, собирали документы, информацию. В поиске выяснилось много интересного. Выяснилось, что на войне воевали как минимум два моих родственника. Я расскажу вам про моего прапрадеда Лаптева Степана Алексеевича. В 1939 году его забрали в армию. Оттуда он попал на финскую войну. И оттуда, не возвращаясь, пошел на Великую Отечественную войну. По словам его жены Сорокиной Зои Евстафьевны, я пришло письмо о том, что Степан пропал без вести при переправе через реку под Сталинградом. Но позднее пришло письмо от самого Степана, что он пережил переправу. И теперь они воюют в городе, где идут бои за каждый дом, за каждую улицу, за каждый этаж. Больше писем от Степана Алексеевича не было. Уже после войны его супруга пыталась найти хоть какие-нибудь следы мужа, но безрезультатно. А вот внуки и правнуки узнали историю Лаптева Степана Алексеевича. Мы нашли информацию о том, что в сентябре 1942 года под Сталинградом он попал в плен. На карточке указан его адрес и фамилия жены. Чуть позже в архивах нашлась и заметка в газете «Алтайская правда» за 1942 год. В 22 часа наши бойцы перешли в наступление. Противник открыл массированный пулеметный, минометный и артиллерийский огонь. Но было уже поздно. Наши воины подошли к селению вплотную и ринулись в атаку. 20 бойцов во главе с лейтенантом Лаптевым первыми вырвались на улицу селения. Разгорелся ожесточенный бой, в котором лейтенант Лаптев показал личный пример храбрости и боевой отваги. Меткими очередями из автомата Лаптев буквально косил фашистов. Но вот в диске кончились патроны. Лаптев пустил в ход приклад. Одному из фашистов он уложил насмерть, другого сбил с ног и вырвал у него автомат. В этот момент, подобравшись сзади, немец ударил Лаптева прикладом. Командир упал, а на него навалилось 11 фашистов. Лаптев дрался, как лев. Шестерых немцев уничтожил в короткой, на жестокой рукопашной схватке. Но силы были слишком неравны. Казалось, еще минута и одолеют враги отважного командира. На выручку ему подоспел красноармеец Аксенов. Три немца упали мертвыми, сраженные его могучей рукой. Лаптев тем временем поднялся и вместе с Аксеновым захватил в плен двух остальных фашистов. Степан Алексеевич Лаптев в 1943 году попал в плен и находился в лагере в городе Острогожск. Затем его перевели в другой лагерь, во Владимир-Волынский. Здесь он и умер от туберкулеза. А Острогожск наши войска освободили спустя два месяца после перевода Степана Лаптева во Владимир-Волынский. Шагает с нами рядовой, он пал под Брянском, как герой. А тот разведчик молодой под Курском принял смертный бой. Осколком где-то у Днестра убита эта медсестра. Вписала жизнь вас на века в ряды народного полка в бессмертный полк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова